Теперь здесь снимают исторические фильмы, благо фактура позволяет. Водят экскурсии, принимают зарубежные делегации и устраивают разнообразные мероприятия. От балов и джазовых фестивалей до современных инсталляций и концертов классической музыки. Но мало кто знает, что история усадьбы Горки могла бы быть совсем другой. На днях здесь открылась экспозиция, рассказывающая о жизни и весьма противоречивой судьбе человека, имя которого неизвестно даже многим постоянным посетителям музея. А ведь именно благодаря ему усадьба Горки стала такой, какой ее знают тысячи людей по всему миру. Выставка, посвященная одной из ключевых фигур, связанных с историей нашей усадьбы, посвященная генералу-майору Анатолию Дойчу Рейнботу. Анатолий Рейнбот после революции 1905 года был назначен московским градоначальником. Если проводить аналогии с нынешним временем, то это не мэр, а скорее глава городского УВД. В 1907 году он вступил в брак с вдовой промышленника Саввы Морозова, Зинаидой Григорьевной, а в 1909-м Чита покупает усадьбу Горки. Несмотря на это, до сих пор место называют бывшей усадьбой Морозовой, что не совсем соответствует историческим фактам. Многие наших гостей до сих пор различаются понятия усадьбы Морозовой или усадьбы все-таки Ленина. Но и сам Ленин, когда проживала здесь, в усадьбе Горки, с 1923 года уже на постоянной основе, говорят, что это усадьбы именно Рейнбота, а не Морозова. Боевой офицер, прошедший путь от поручика до генерал-майора, любимец императора, муж одной из самых богатых женщин России, Анатолий Рейнбот, прожил жизнь богатую на события. О многих из них, как правило, неизвестных широкой публике и рассказывает данная экспозиция. Была в прошлом его сторону бомба неизвестными людьми, но он сумел также сам произвести задержание людей, которые на него покушались и чуть было не убили. Отдельный стенд посвящен взаимоотношениям Зинаиды Морозовой и Анатолия Рейнбота. В то время злые языки утверждали, что это был брак по расчету. Морозова получала дворянский титул «Рейнбот. Богатство». Но многочисленные личные документы говорят совершенно о другом. Сотрудниками музея была проделана колоссальная работа, чтобы по крупицам собрать подлинную информацию об этом человеке. Сотрудники работали в архивах исторических Москвы, Санкт-Петербурга. Заказывались документы, послужные списки, заказывались фотографии, которые были найдены именно в архивах. Несмотря на постоянную работу ученых, в российской истории до сих пор есть немало белых пятен. Но благодаря таким экспозициям их становится все меньше. Максим Козлов, Евгений Петров и Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова